Здравствуйте, это Настоящее время Итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали этой недели в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске. НАТО. Отражение угрозы. На совете в Бухаресте Альянс заверил Украину в поддержке, напомнил об открытых дверях и пригрозил Москве высокой ценой за вторжение. Беларусь, второй фронт. Может ли Минск отправить войска в Украину и восстать из руин? Цена вопроса. Зеленский озвучил сумму послевоенного восстановления Украины. Кто заплатит по счетам? Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, продолжение поддержки Украины на всех фронтах, включая гуманитарный, пообещал госсекретарь США Энтони Блинкен, подводя итоги встречи на министериале стран-членов НАТО в Бухаресте. Он заявил, что коллективная решимость альянса поддерживать Украину является непоколебимой и напомнил о предоставленных на 40 миллиардов долларов вооружений. Мы предоставим еще больше, добавил Блинкен, вчеркнув, что отстаивание интересов Украины означает, что страны Запада должны заплатить высокую цену. Но цена бездействия, по его словам, была бы гораздо выше. Генсек альянса Йенс Толтенберг, в свою очередь, в очередной раз подтвердил приверженность НАТО политике открытых дверей, в том числе в контексте Украины. Прокомментировать, что в практическом смысле это заявление может означать для устремления Киева вступить в альянс, я попросила американского дипломата, бывшего зампомощника генсека НАТО, ныне президента благотворительного альянса Корус Интернешнл Дэниел Лес Пекхарта. Я думаю, что Украине потребуется еще много времени, прежде чем она станет членом НАТО. Но на основании их заявлений, я думаю, что это произойдет в будущем. И это вполне отвечает интересам и чаяниям украинского народа, который, кстати, и будет принимать решения о таком членстве. Некоторые вещи прояснились во время этой войны. До войны, когда я был в Украине, было заметно, что взгляды на этот вопрос в стране были разными, а сейчас мнение стало намного более сплоченным и в плане враждебного отношения к России и желание жить в безопасности под защитой сил альянса. Однако для этого нужно время. И такие вещи не делаются во время войны. Кроме того, этот вопрос связан не только с безопасностью. Если вдуматься в то, как мы оказались в этой ситуации, становится понятно, что все начиналось еще во время революции, когда украинский народ понял, что придется отказаться от идеи вступления в Европейский Союз. Это стало последней каплей и, в конечном счете, привело к текущему кризису. С моей точки зрения, оба вопроса одинаково важны. Вопросы безопасности придется уладить до того, как НАТО предпримет какие-то шаги по принятию Украины. Но вопрос вступления в Евросоюз должен обсуждаться уже сейчас и гораздо активнее. Об этом мы уже говорили ранее. Пора обсуждать реконструкцию после войны. Восстановление экономики и будущее экономическое благосостояние. Как себя видит Украина в будущем, после этой войны? Мне кажется, именно эти вопросы могут вселить надежду. Речь идет не только о том, как закончить эту войну, но о том, что будет после войны. Надо позаботиться, чтобы люди не оказались бездомными и не продолжали жить в убежищах. Важно, чтобы они уже сейчас начинали думать о лучшем будущем. И поэтому я надеюсь, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз будет обсуждаться гораздо активнее именно в этом контексте. На встрече в Бухаресте госсекретарь Блинкен подчеркнул, что присутствие НАТО расширится в будущем от Черного до Балтийского морей. Означает ли это, что эскалация отношений с Россией будет продолжаться? И готовы ли к этому в НАТО? Я не думаю, что это означает дальнейший рост эскалации. Россия уже считает, что НАТО угрожает ее безопасности. НАТО – это добровольный альянс. Никто не вступает в НАТО насильно или в результате выкручивания рук. Если кто-то не хочет быть в НАТО, из альянса можно выйти. Это добровольное решение, что очень сильно отличается от того, как вы понимаете, как Россия сейчас себя ведет в Беларуси. Реалии таковы, что Россия понимает природу Североатлантического альянса. Но любые шаги со стороны НАТО она считает угрозой своей безопасности и поэтому будет реагировать соответственно. Проблема в том, что Россия ничего с этим не может сейчас поделать, кроме военных действий, в результате которых Москва завязла в Украине. Хотелось бы надеяться, что Россия вынесет какие-то уроки из украинского опыта. В том плане, что начинать войну лишь из-за того, что тебя нервирует альянс, который занимается поддержанием безопасности, это такие действия, которые лишь ухудшают ситуацию. Уровень безопасности России снизился в результате вторжения в Украину. В результате действий Москвы, Финляндия и Швеция, вероятно, вступят в НАТО. Финляндия, как вы помните, даже не помышляла о вступлении в НАТО, пока Россия не вторглась в Украину. Поэтому я надеюсь, что как российское правительство, так и российский народ поймут, что их военные компании работают против их собственной безопасности. А усилить эту безопасность можно только посредством укрепления отношений с НАТО. У нас ведь уже были крепкие отношения в прошлом. И такой подход является лучшим. Построение партнерства с НАТО, а не война. То есть вы считаете, что НАТО в какой-то момент будет готов к построению партнерства с Россией? Мы помним, что такой формат существовал. Был даже Совет России-НАТО, в рамках которого проводились самые разнообразные консультации. Сейчас кажется, что это происходило даже не при нашей жизни, но это было всего лишь чуть более 10 лет назад. Как вы думаете, такая форма сотрудничества может быть восстановлена? Я считаю, что да, но это зависит от России. Я думаю, что в других обстоятельствах, не во время вторжения России в соседнюю страну, конечно, НАТО отнесся бы к такой идее очень благосклонно. Я сам работал в НАТО в тот период, когда действовал Совет Россия-НАТО. И у нас были очень сильные совместные проекты по безопасности в разных областях. Ведь существует множество глобальных угроз. Это терроризм и связанные с ним вопросы нераспространения вооружения. И другие темы. Очень важно, чтобы Россия принимала участие в этих дискуссиях. У нас было хорошее сотрудничество. НАТО – это оборонительный альянс. Европейские страны не вторгаются на территории других стран и не угрожают их территориальной целостности. Альянс НАТО этим не занимается. Когда Россия это поймет, альянс может стать якорем безопасности в Европе и для России. Можно взаимодействовать с бывшими противниками и развивать партнерство. Здесь стоит упомянуть, что показательным является тот факт, что в результате ошибочных действий России, которая решила начать войну, Германия утроила свой оборонный бюджет – от 50 до 150 миллиардов в год. Германия всегда выделяла очень скромные средства на оборону по историческим причинам – из-за мировых войн в прошлом веке. А вторжение России в Украину привело к тому, что эта страна значительно усилила свои оборонные возможности. И все это происходит не так далеко от российской границы. Это все однозначно не в интересах России. Я считаю, что для России наличие альянса, который не базируется на националистических интересах и не является индивидуалистическим – это положительный фактор. В какой-то мере его можно считать сдерживающим. Ведь, если подумать, войны начинаются именно исходя из националистических и популистских идей. Вы упомянули Беларусь. Вы были послом США в Беларуси. В последние несколько дней в этой стране произошел целый ряд событий. Загадочная смерть министра иностранных дел, заявление Минска о повышенной активности американских разведывательных самолетов недалеко от белорусской границы. Министерство иностранных дел страны также заявило, что развертывание региональных военных формирований совместно с Россией – это адекватный ответ на действия НАТО в отношении Беларуси. Как вы считаете, насколько вероятно подключение Беларуси к военным действиям в Украине в таком контексте, то есть открытие так называемого Второго Беларусского фронта? Каковы ваши прогнозы в целом об альянсе Беларуси с Россией с точки зрения дальнейшего развития событий войны в Украине? Да, я очень обеспокоен по поводу Беларуси. Это грустно, потому что белорусы – это очень мирный народ. Меньше всего они хотят, где бы то ни было воевать. Народ Беларуси сильно пострадал во многих войнах на протяжении многих веков. Но Россия давит на президента Лукашенко, и меня беспокоит, что, как вы упомянули в своих комментариях, они ищут возможности обвинить НАТО за те новые требования, которые выдвинул Лукашенко – начать увеличивать количество войск на границе с Украиной. Я также вижу, что независимость Беларуси ускользает из их рук. По мере того, как позиции России ослабевают в Украине, и война идет не так, как они планировали, вероятность того, что Россия начнет больше давить на Беларусь с тем, чтобы создать союз, увеличивается. В результате чего Беларусь может превратиться в какой-то момент в один из федеральных регионов Российской Федерации. Такое развитие событий не отвечает ничьим интересам, особенно интересам белорусского народа. Но от месяца к месяцу я наблюдаю за тем, как позиции Лукашенко все больше ослабевают. Он продолжает что-то отдавать, военную технику, обеспечивает обучение мобилизованных, отдает что-то еще, начинает угрожать, но у него почти не осталось никаких рычагов. Кроме того, мы видим смерть его министра иностранных дел. Крупный лидер оппозиции, Мария Колесникова, находящаяся в тюрьме, оказалась в реанимации. Нам практически ничего не известно о причинах смерти министра иностранных дел, но я могу сказать, что она навела страх на руководящие круги в Беларуси. Наверное, даже сам Лукашенко сейчас опасается за свою жизнь. Можно сказать в этом контексте, что мы наблюдаем за какими-то дестабилизирующими процессами в Беларуси? Я думаю, что мы, скорее всего, наблюдаем не дестабилизирующие процессы, а то, как Россия закручивает гайки в Беларуси и как остатки независимости уплывают из ее рук. Но как это отразится на войне? Это уже другой вопрос. Я сомневаюсь, что России стоит открывать новый фронт, учитывая, что на уже существующем фронте она испытывает сложности. Если только это не связано как-то с Киевом и не появился новый план еще одного наступления на столицу Украины, ведь Киев совсем недалеко от Беларуси. Я считаю, что такой шаг был бы большой ошибкой для России, потому что до сих пор никто не совершал никаких действий против российской территории. Но вряд ли такое же отношение будет к территории Беларуси. Если открыть там фронт, войска могут двигаться и в том, и в другом направлении. Украинские войска могут начать наступление на территории Беларуси, пока российские войска наступают где-то еще. В результате война может значительно усложниться и длина границ, которые России придется контролировать, значительно увеличится. С военной точки зрения это не имеет никакого смысла. Но не стоит забывать о том, что иногда Россия нас удивляет и делает какие-то вещи, которые сложно объяснить с точки зрения военной стратегии. При этом в глазах российского руководства такие решения обладают политическим весом. И это становится фактором в процессе принятия решений. Комментарии экс-посла США в Беларуси о сегодняшних политических настроениях в Минске. Примечательно, что в Минобороны Беларуси в середине недели еще раз подчеркнули, что развертывание региональной группировки войск стало, цитата, адекватной реакцией на действия НАТО. Ранее Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о возможной угрозе безопасности Беларуси, заявил об ответе, от которого, цитата, задрожит не только Европа. Конец цитаты. О том, могут ли заявления и действия белорусского руководства свидетельствовать о готовности открытия второго фронта войны с Украиной в Беларуси. Я спрашивала военного эксперта, политолога Марка Голиотти. Я думаю, это очень маловероятно по нескольким причинам. Прежде всего, стоит заметить, что в Беларуси очень мало солдат. Сколько человек они могут выделить для наступательных операций? Может быть, 11 тысяч? Но, конечно, 11 тысяч — это 11 тысяч. И самый важный аспект заключается в том, что они являются относительно свежими силами, и, тем не менее, это очень небольшой состав, даже при поддержке российских мобилизованных резервистов. Во-вторых, абсолютно очевидно, что белорусская армия не хочет принимать в этом участие. И если Лукашенко восстановит против себя последнюю группу населения, которая его до сих пор поддерживает, это будет очень опрометчиво с его стороны. Лукашенко — это необыкновенный пример человека, которому удалось преодолеть все препятствия и остаться у власти. И он хорошо понимает, насколько важно до определенной степени угождать Москве. Именно поэтому он согласился на размещение российских войск на территории Беларуси, которые находятся там не для того, чтобы готовиться к наступлению, а для того, чтобы воспользоваться белорусскими учебными военными базами, где их будут обучать белорусские военные. В связи с тем, что учебные лагеря дома в России сильно перегружены. Да, он должен угождать Москве, но, с другой стороны, у него достаточно рычагов воздействия, чтобы сказать «нет» прямому участию в военных действиях. И последний аспект — временной. Наступающая зима еще больше осложнит любые наступательные операции. Поэтому возможно, сейчас не время открывать какой-то новый масштабный фронт. С другой стороны, это хорошая возможность попытаться манипулировать украинцами в надежде вызвать среди них беспокойство такой возможностью, чтобы они перебросили войска с мест текущих боев для обороны Киева, для противостояния наступлению, которое не произойдет. Марк Голиоти в эфире итогов. Стоит отметить, что в принятой накануне резолюции Европарламента содержится формулировка о том, что режим президента Лукашенко разделяет с Москвой ответственность за военные преступления в Украине. Президент Зеленский тем временем в середине нынешней недели озвучил предполагаемую цену послевоенного восстановления Украины. Представляя кандидатуру Одессы на проведение всемирной ярмарки Экспо-2030, он заявил, что стране от международного сообщества будет необходимо до одного триллиона долларов. И уже в конце недели директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году помощь Украине обойдется западным странам в 4-5 миллиардов долларов в месяц. Оценя вопрос о поднятии Украины из послевоенных руин, я продолжила беседовать с Дэниелом Спекхардом, который накануне вернулся из-за ознакомительной гуманитарной поездки по Украине. Президент Зеленский на этой неделе сказал, что послевоенная реконструкция Украины потребует инвестиций на сумму до одного триллиона евро. У вас очень большой опыт послевоенного восстановления в Ираке. Вы занимали должность заместителя главы этой миссии. Можно ли провести какие-то параллели с Украиной в данном случае или применить какие-то ранее усвоенные уроки? Каких основных трудностей в украинском контексте вы ожидаете? Безусловно, Ирак и Украина очень сильно отличаются друг от друга. Положительный аспект Украины заключается в том, что общество в стране однородно, а в Ираке приходилось иметь дело с разными группами – шиитами, сунитами, курдами. Поэтому послевоенная реконструкция сопровождалась большими политическими сложностями. Я думаю, что Украина должна прежде всего отдать себе отчет, что на реконструкцию и восстановление потребуется время. На это уйдет не шесть месяцев и не год. Это десятилетний процесс. Меня беспокоит то, что Россия разрушает инфраструктуру в Украине. Но такими действиями Россия, конечно, не подавляет волю украинцев к борьбе, а только укрепляет их взгляды и враждебные отношения к России, что само по себе приведет к длительным последствиям. А что произойдет, когда закончится война и инфраструктура страны будет разрушена? Когда идет речь о триллионе долларов, мы понимаем, что их будет найти нелегко. Я опасаюсь, что украинцы начнут винить свое собственное правительство за то, что оно недостаточно быстро восстанавливает страну. Когда все видят такие огромные суммы и поступающую помощь, что обычно происходит? Все узнают, что прибыл еще один многомиллиардный транш помощи. А люди сидят в нетремонтированных квартирах, никто им не помогает, и они начинают отчаиваться и спрашивать, куда ушли деньги, как с ними распорядились. Люди начинают жаловаться на свою политическую систему, что приводит к политическому расколу и разладу. И вместо того, чтобы фокусировать внимание на работе, которую необходимо провести, начинается внутриполитическая борьба. Я считаю, что очень важно, чтобы украинцы поняли, что на восстановление потребуется время. Будьте благосклонны и относитесь с пониманием к своему правительству, посоветовал бы я им. И последнее, что я хотел бы добавить, это то, что самое большое впечатление во время посещения Украины на меня произвели сами люди и то, как они объединились и помогают друг другу. Я посещал убежище, где были люди из разных уголков страны, тем не менее, все друг с другом делились всем, что у них было. Никто не занимался накопительством, не жадничал, все стали одной семьей. И это самое главное. Если в мирное время они будут вести себя так же, как во время войны, то есть объединятся, будут щедрыми и будут относиться к каждому человеку, как к члену своей семьи, тогда эту страну ждет очень хорошее будущее. Я хочу спросить о ваших впечатлениях от недавней поездки в Украину. Что вас больше всего поразило, встревожило? Да, действительно, я провел в Украине больше недели. Сначала в западной части страны, а затем в восточной части, в Харькове, где мы были приблизительно в 50 милях от линии фронта. Там мы увидели гуманитарную катастрофу. 15 миллионам человек нужна гуманитарная помощь. Каждый третий недоедает. С наступлением зимы ситуация еще больше усложняется из-за обстрелов инфраструктуры, которые продолжают вести российские войска. Очень большие сложности с энергоснабжением, а от энергоснабжения зависит водоснабжение. Поэтому поставки воды в города стали сокращаться и происходят с перебоями. А когда начнутся морозы, можно себе представить, насколько сложно будет набирать и носить воду домой, в холод. Также возникают сложности с отоплением, что опасно, когда температура опускается ниже нуля. Иногда люди думают, что энергоснабжение нужно лишь для того, чтобы было тепло и свет в домах. Но в действительности энергоснабжение влияет и на все остальные аспекты жизни в стране. На здоровье населения, например. Уже заметно, как перебои с электроэнергией влияют на работы больниц, поликлиник и на всю систему здравоохранения. Энергоснабжение влияет на функционирование бизнесов. Магазины не открываются, когда нет электроэнергии. И аптеки тоже. Энергоснабжение влияет и на систему образования. Многие дети должны учиться дистанционно и виртуально, потому что они стали беженцами и перемещенными лицами. Но даже это не спасает, потому что если нет электроэнергии, значит нет интернета, и они не могут подключиться к занятиям. Безработица в стране достигла 35%. Каждый третий безработный. То есть у людей нет дохода, на который они могут себя содержать в такой сложной ситуации. Инфляция составляет 24-25% на еду и предметы первой необходимости. Поэтому ситуация очень опасная, и многие люди находятся в состоянии высокого риска. Что такие НКО, как Ваша организация, могут сделать и чего они не могут сделать для решения перечисленных проблем? Такие НКО, как Корус Интернешнл и другие, которые работают в Украине, включая многие украинские НКО, которые являются нашими партнерами, находятся на передовой линии гуманитарного кризиса. Мы работаем на недавно освобожденных территориях, в центрах для перемещенных лиц, в убежищах. Мы помогаем службе спасения и медицинским учреждениям всевозможными ресурсами. Привозим им обогреватели, другие необходимые вещи, предоставляем медицинскую помощь или находим дополнительных врачей. Конечно, сложность в том, что многое зависит от энергоснабжения. Поэтому мы, в частности, создали большую мобильную клинику. Может быть, вы себе представили микроавтобус, но эта клиника гораздо больше, как крупный грузовик. Внутри три больших кабинета. Сам грузовик расширяется. Он снабжен своим генератором и всем необходимым, и поэтому может выезжать на недавно освобожденные территории и оказывать медицинскую помощь. Мы также можем привозить большое количество расходных материалов на эти территории, в частности, воду и еду, чтобы люди хотя бы раз в день могли поесть. Какие у нас ограничения? Мы НКО, мы не занимаемся инфраструктурой. Поэтому требование поддерживать хотя бы базовую инфраструктуру – это необходимость, которую надо обеспечить. Кроме того, применительно к экономике Украины в целом, очень важно, чтобы в Украине было достаточное количество ресурсов и денег для обеспечения какого-то количества рабочих мест, чтобы не все жители страны оказались в ситуации гуманитарного кризиса. Все это создает очень сильную нервозность, потому что, начиная с февраля, многие семьи могли жить на свои сбережения и как-то продержаться до сих пор. Но война длится уже почти год, и сбережения заканчиваются. Поэтому я начинаю волноваться не только за тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за вторжения, а за всех украинцев. Господин посол, в надежде на окончание войны обсуждаются разные сценарии. В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Милли недавно сказал, что зиму можно и нужно было бы использовать как возможность для переговоров о прекращении огня. У вас огромный дипломатический опыт. Во время последней поездки в вы видели страдания людей в условиях военных действий. На ваш взгляд, пришло время, когда эффективная дипломатия могла бы стать рычагом, с помощью которого эти страдания можно было бы облегчить? Я думаю, что дипломатические усилия всегда необходимы на всех этапах и особенно во время войны. Дипломатические связи никогда не должны уничтожаться, и диалог должен продолжаться. Диалог всегда полезен на всех этапах. Одновременно с этим очень важно, чтобы Запад не старался вести переговоры сам, к чему-то подталкивал или оказывал давление на Украину, если она еще не готова. Не рекомендовал отдавать территории русским или способствовать появлению, как в других странах, замороженных конфликтов. Очень важно, чтобы все принимаемые решения о мире были приняты украинцами, и не в результате давления извне. Мы много раз видели во время других конфликтов, что когда появляются аутсайдеры и пытаются сами договориться о каком-то решении, оно недолговечно. Потому что такие решения должны вырабатывать участники конфликта. Днение американского дипломата, экс-посла США в Греции и Беларуси Дэниела Спекхарда в нашем эфире. Стоит отметить, что в конце недели министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что европейские страны не предлагают никаких конкретных посреднических услуг в переговорах между Украиной и Россией. Мы продолжаем следить за развитием событий. Дальше больше. Это Настоящее время итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале и смотрите наши эфиры каждые выходные. Всего вам доброго и увидимся в следующую субботу. Субтитры сделал DimaTorzok